ЧЕРНОБЫЛЬСКУЮ АНОМАЛЬНУЮ ЗОНУ В игре «Зов Припяти» таких мест три — по одному на каждый район зоны, который вам доведётся посетить. ЗАТОН Старое русло реки Припять, которое за последнее время обмелело и теперь больше похоже на болота, перемежающиеся небольшими лужами. Когда-то работавшие портовые краны теперь стоят без дела. И ржавеют островы кораблей, брошенные здесь после первого взрыва на ЧАЭС. Именно в таком корабле обосновались «Сталкеры» после того, как отключился выжигатель мозгов, и появилась возможность попасть в эти места сравнительно безопасно. На борту бывшего сухогруза «Скадовск» есть всё, что нужно — еда, выпивка, душевные беседы и люди, которым можно продать собранный хабар и купить взамен оружие и боеприпасы. Сам по себе ЗАТОН — место довольно спокойное и относительно небогатое смертельными опасностями и аномалиями. Если бы ещё бандиты с мутантами не докучали, был бы вообще сталкерский рай. Но бандиты тут тоже немного странные. В отличие от своих коллег со свалки, они не спешат стрелять первыми, а предпочитают мечтать о том, чтобы контролировать всю торговлю артефактами в этом районе. И если у вас будет желание, вы можете помочь им осуществить этот замысел. Или наоборот, помешать. Выбор за вами. Мутантов тоже немного, и в основном это или слепые собаки, или почти безобидные плоти, которых проще оббежать, чем стрелять по ним. К сожалению, охота на мутантов потеряла смысл ещё в прошлой части сталкера. И возможность отрезать от убитого монстра уши, которые потом выгодно продать, так и не вернулась в серию. Единственная настоящая опасность ЗАТОНа — появившееся тут недавно логово кровососов. Ну и с ним при некоторой сноровке разобраться можно. И будет вам за это вечная сталкерская благодарность. Надолго задерживаться на ЗАТОНе не стоит, ведь самое интересное ещё впереди. Например, вот старый завод Юпитер и его окрестности. Место куда более опасное, чем то, где мы только что были. Мутантов тут больше, они злее, и выживать людям приходится намного тяжелее. Дошло до того, что вроде бы непримиримые враги группировки сталкеров «Свобода» и «Долг» вынуждены обитать под одной крышей. И ничего, уживаются как-то, отделываясь похабными анекдотами друг о друге. На станции, как и на Скадовске, любому сталкеру готовы предложить кров, еду, питьё и ремонт снаряжения. Тут же можно пообщаться и с лидерами группировок, чтобы узнать, так сказать, программу партии. Правда, ступить ни в одну из групп не выйдет. Всё-таки роль майора службы безопасности не располагает к такому ходу. Но кроме железнодорожной станции, в этих местах есть ещё много интересного. Тут и бункер учёных, которые проводят какие-то исследования на богатом экспериментальном материале, который даёт им зона. Сами профессора из бункера не выходят, а предпочитают нанимать сталкеров. Так что, если хотите немного подзаработать, вам сюда. В этой же местности можно найти упавший беспилотный разведчик, который сталкеры на Янове считают каким-то неопознанным летающим объектом и немного сомневаются в его существовании. Тут же можно обнаружить редчайшие в зоне явления бывших монолитовцев. Только не спешите сразу же в них стрелять. Они мирные. Когда стрелок добрался до центра зоны и что-то там сделал, с бывших фанатиков спала пелена психодировки, и они пришли в себя. Теперь вот ищут, куда бы податься. Ну и, конечно, добавьте ещё аномалии, артефактов, зомбированных сталкеров, монстров, россыпью. Вот такое весёлое местечко — окрестности завода Юпитер. Сам по себе завод — загадка. Никто уже толком не помнит, чем он занимался. Но все знают, что это были жутко секретные разработки и стараются лишний раз к заводским корпусам не приближаться. Кто его знает, что там такого секретного может найтись. Тем не менее, вам придётся спуститься в секретные подземелья этого секретного завода, чтобы добраться до вашей конечной точки назначения — Припяти. Припять. Мёртвый город. Ну, мёртвый — это слишком громко сказано. Местами он очень даже живой и кусается. Особенно, когда из-за угла неожиданно выскакивает стая слепых собак. Да и остатки монолита никуда отнюдь не делись, а тут ещё и наёмники пожаловали. В общем, скучать не приходится. И во всей этой катавасии пытаются выжить остатки группы военных, которые вообще-то летели брать под контроль здание ЧАЭС, да только не долетели, попадали все вертолёты. Кто выжил, собрались в Припяти, в здании старой химчистки. Туда же попадёте и вы. Есть в нынешней Припяти и очень красивые места. Например, такие, как этот мутировавший виноградник. Но по большей части этот город полон бегающих, прыгающих и стреляющих неприятностей, с которыми и придётся бороться в силу своих возможностей. И когда за вами прилетят, наконец, вертолёты эвакуации, придётся очень сильно постараться, чтобы добраться до них живыми. Знаете такое выражение? «Стрелял каждый дом». Прибавьте к этому ещё «кусался каждый куст», и вы получите некоторые представления о финальном сражении этой игры. А если учесть, что всё это происходит ночью, и то, что бесконечно вертолёты вас ждать не будут, если вовремя не явитесь, улетят обратно на базу, а новых не будет? Но хочется всё-таки верить, что если вы останетесь в Припяти, то только потому, что решили так сами, а не потому, что опоздали. Тем более, что ещё наверняка есть что исследовать и какое укромное место проверить на наличие артефактов. Да и вместо военных в старой прачечной уже обосновались сталкеры, которые, как помните, всегда вам рады.